Последовательность не менее замечательная и не менее симпатичная, чем известная вам последовательность числа Фибоначчи. Но, конечно, надо признать, что она встречается в математике чуть-чуть реже. Но чуть-чуть, это вот именно совсем чуть-чуть реже. Когда я сам был школьником, считалось, что числа Каталана – это какой-то такой вот высший уровень, куда там, не знаю, людям ниже уровня Всероссийской Олимпиады вообще заросноваться не стоит. На самом деле, все это неправда. И если объяснять, то вы это все, безусловно, можете понять. То есть объясняю, что сейчас будет. Сейчас мы с вами решим несколько конкретных задач, каждая из которых будет начинаться словами «Сколькими способами можно?». Ну, а после этого будет какое-то условие. И удивительным образом эти задачи будут довольно-таки похожи друг на друга. Давайте, ну, нумерация, я имею в виду, произвольная, то есть у этих задач нет каких-то таких вот нумеров. Ну, давайте, например, так. О расстановке скобок. Это вот что такое. Когда вы ставите открывающую скобку, то, как известно, за ней всегда должна в какой-то момент стоять закрывающая. Вот это вот один способ. Скобка открыта, после этого скобка закрыта. Но, можно ведь и так сделать. Открыли, закрыли, открыли, закрыли. А можно и так. Открыли, открыли, закрыли, закрыли. Смотрите. Это, очевидно, два способа. И если у нас две открывающие скобки, то по-другому просто не может быть. Согласны? Нельзя начинать с закрывающей скобки. То есть скобка открывается, замечательно. Но если сразу начинать с конца, это запрещено по-другому. Хорошо. Теперь давайте так. Три раза открыли, три раза закрыли. Такое бывает. Такое, безусловно, бывает. Или бывает. Два раза открыли, два раза скобку закрыли, открыли, закрыли. Так, ребят, я, разумеется, хочу сейчас, чтобы вы в тетрадях обязательно это все написали. Вот, например, бывает так. Открыли, закрыли, открыли, закрыли, открыли, закрыли. Бывает еще и так. Скажем, два раза открыли, два раза закрыли, открыли, закрыли. Так, я вот уже, как видите... Он у вас уже был, такой вариант был. А, такой вариант был, да. Спасибо, что заметили. Спасибо, что заметили. Так, а вот такой вариант у меня был? Нет. Нет, замечательно. А еще есть вариант, которого у меня еще не было. Вот это были четыре варианта. Есть ли еще какой-нибудь вариант? Открыли, открыли, закрыли, открыли, закрыли, закрыли. Открыли, открыли. Закрыли. Открыли, закрыли, закрыли. Открыли, закрыли. Закрыли. На самом деле это те самые пять способов. Смотрите. Мне кажется абсолютно понятно, что я сейчас нарисовал. У этого даже есть название. Пути птика. Птик – это фамилия математика. Когда вы открываете скобку, то делаете шажочек вверх и вправо. Когда открываете скобку, по-прежнему сдвигаетесь вправо, но при этом шаг идет поблизи. Замечательно. Здесь что? А понятно, что два шага вверх, потом два шага вниз. Замечательно. Теперь давайте соображаем, что здесь. Заметьте, я не зря оставил здесь место вертикально. Потому что я понимал, что мне потребуется рисовать вот такую высокую картину. Хорошо. Здесь немножко проще. А именно два шага вверх, потом два шага вниз. Шаг сюда, шаг сюда. Здесь совсем понятно. Здесь мы все время шагаем вверх-вниз, вверх-вниз. Здесь вот так. Потом два шага вверх, потом два шага вниз. А теперь все-таки давайте выпишем последовательность. Как же она у нас? Первый член – это единица. После этого у нас идет двойка. После этого – пятерка. И вот сейчас у меня проблема. Проблема с тем, что если я беру четыре пары скобок, то, очевидно, варианта будет больше пяти. И, наверное, я сумею эти варианты выписать. А вот потом я возьму пять пар скобок, а потом шесть, а потом семь. И в какой-то момент вы прекрасно понимаете, что у меня уже терпения не хватит. А даже если терпения не хватит, а я обязательно запутаюсь. Нужна какая-то система. Я должен не просто выписывать эти самые пути, а выписывать их в какой-то системе. Давайте я сначала расскажу вам способ рисовать эти картинки. треугольник катала. Он очень простой, но он мне позволит довольно быстро выписать еще там три-четыре члена последовательности. Способ заключается в следующем. Вот эти пути поверну по часовой стрелке на 90 градусов. Не знаю, понятно или нет, что я сейчас не могу. Давайте сделаем так. Я их нарисую вот здесь. Только сначала контрольный вопрос. Кто знает треугольник Паскалин? Не каталана, а Паскалин? Ребята, смотрите, числа. По бокам все время единицы. По бокам все время идут единицы. А вот что написано вот здесь? Сумма. Сумма, молодцы. Все, вы догадались. Сумма. Я мысленно представляю, что вот здесь все нули. И здесь вот справа от треугольника все нули. И поэтому вот эта единица – это как бы один плюс ноль. То есть я здесь вот давайте напишу так вот единицы, да? А дальше вот это называется шестая строка треугольника Паскалин. Потому что я сейчас пишу. Двадцать, пятнадцать, шесть, здесь оттенки. Шестая. Дело в том, что вот эту вот называют нулевая строка. Нулевая. Вот это строчка первая. Это строчка вторая. Ну и так далее. 129, четвертая, пятая. Вот это шестая. Сейчас пишу седьмую строку треугольника Паскалин. Заметьте, числа довольно быстро растут. Числа довольно быстро растут, но все-таки… Какая бесконечная таблица КФЦ? Да. Совершенно верно. Это, во-первых, правильно сказать. Это бесконечная таблица КФЦ. Вообще один умный человек сказал, что математика чем-то напоминает магазин оружия в мирное время. Посмотрите, что делают математики? Они думают, а что бы могло пригодиться, не знаю, физикам, химикам, еще вообще кому-нибудь, да? Каким-то программистам. Любым людям, которые мают какую-нибудь интеллектуальную деятельность. И, разумеется, бывают математические задачи, которые, что называется, никому не интересны. Ну, то есть вот какая-нибудь такая странная задача, которую решили, ну и решили. Вот. А бывают задачи, которые настолько замечательные, что их надо… понятно, да? Что они часто используются и так далее. Вот треугольник Паскаля – это то, что должен обязательно знать каждый. Потому что он возникает в огромном количестве задач. Треугольник Каталана возникает намного, намного, намного реже. Но возникает. Числа Фибоначчи возникают намного реже, чем треугольник Паскаля. Ну, тоже понятно, да? У разных задач есть разная, что называется, степень важности, степень нужности. Могу так сказать. Шерн Хоббс боролся с профессором Мариарти. Отлично. За что Мариарти стал профессором? Ну, умный был. Ну, умный был – это замечательно. Но не всегда за умным дают профессорское звание. И вот, ребята, если вы вспомните, что написал Хан Анатольев, профессор Мариарти получил свое звание, свою степень профессорскую, за изыскание о биномиальных коэффициентах о треугольнике Паскаля. Дело в том, что для многих не занимающихся профессиональной математикой людей вот эти слова – треугольник Паскаля, там, бином Ньютона – кажутся такой, что он называется высшей математикой. И, соответственно, чтобы доказать, что человек умный, Хан Анатольев написал, что вот он занимался треугольником Паскаля. Треугольником Паскаля занимаются и по сей день. То есть есть огромное количество вещей в комбинаторике, которые, ну, не так, чтобы уж каждый день там открываются новые вещи, но действительно очень много интересного всего нам включено и на открывание. Итак, поехали. 8, 28. У меня тоже самое, как просьба написать, причем, может быть, даже в тетрадях вы сможете больше, чем я, даже не знаю, что в случае до десятой, обычно в тетрадях не получается. Я просто не рассчитал, потому что у меня было, видите, только 80 очень блесло. Так вот, какой принцип устройства треугольника Паскаля? Очень простой. Если есть число А и число Б, то под ним пишем А плюс Б. Блес Паскаля. Середина 17 века. Великий канцузский математик и физик. Замечательно. Теперь я иду сюда и пользуюсь тем, что... Ребята, смотрите. Вот здесь вот есть такая... Ну, это чисто техническая штучка. Просто два полотна доски в одном месте склеят. Договорились? Теперь включаю свое воображение. Здесь живет страшный, ужасный дракон, который не пускает нас на левую часть доски. Я его сейчас даже несу. На птичку похоже. Все. Все. Ужасный дракон на лесу. Он готов всех тревать. Главное, никого не пускать. Все. Сверху решу единицу. А дальше я буду составлять треугольник Паскаля, но при одном условии. Видите, какой у него круг он придет? Как только число должно попасть на левую часть, этот ужасный дракон его сразу склевывает, уничтожает, разрывает в этом источнике. Ничего этого не остается. То есть я должен был бы написать сюда единицу, но не дают. Поэтому я напишу единицу сюда. Ну, теперь понятно, от единицы пойдут две единицы. От этих единиц пойдет двойка, а единицу съели. От этой единицы идет единица. Двойка идет сюда, сюда идет тройка, сюда идет единица. Двойка идет сюда, но там не дают. Пятерка, четверка. Пожалуйста, меня сейчас тщательно контролируйте. Здесь 14, здесь 6, здесь 1, 14, 2, 132. И оно пойдет сюда дальше. 132. Сюда идет 165, сюда 110, 44, 10, 1. Так, ну и здесь понятно, да? Здесь 297, 275. Так, то же самое. Обязательно в тетрадях сделайте, какое отношение вот этот треугольник, который, понятное дело, называется треугольник каталана. Знаете, кто придумал числа каталана? Кто? Кто такой каталан? Каталана, это, конечно, ученые, замечательно. Это французский математик. 19 века. А числа каталана, как и очень многое другое, придумал Леонард Эйлера. Но невозможно все в математике вызывать числу Эйлера. Поэтому все-таки вот эти числа, что называется, отдали каталану. Не зря отдали. Вот действительно о них кое-что интересное придумал. Он был весьма замечательным математиком. Даже все беспроведливо. Итак, сравниваем треугольник каталана с треугольником баскалин. Баскалин гораздо быстрее разбивайте. Быстрее? Нет, нет. Ну, не знаю. Это что быстрее, что медленнее. Ребята, сделаем это. Дело в том, что на первый взгляд числа разные. Правда? Сейчас между этими двумя треугольниками какая-то совершенно непонятная. Смотрим тогда сюда, на правую часть доски. Здесь у нас последовательность 1, 2, 5. Можете ли вы сейчас догадаться, какие будут следующие члены этой последовательности? 14, 42, 32. Молодец. 14, 42, 132. Откуда взял? Первая строчка каталана. И первая строчка, а вот эта. Ребята, вот этот вертикальный ряд чисел, это и есть последовательность каталана. Между прочим, начинается не на одну единицу, а на две единицы. Это не случайно. Дело в том, что когда у вас слов вообще нет, то написать их можно одним единственным способом. Вообще, вы думаете, всегда я такой принцип, что ничего не делать можно одним единственным способом. Вот здесь это у нас. Теперь, какое отношение имеет вот этот треугольник к путям птика? А вот смотрите, как будет. Вы видите такой путь тихо? Видите? А теперь смотрите. Вот такой путь тихо, видите? Понятно или нет? Да. Вот когда поднимаешься и потом опускаешься. Вот мы здесь поднялись, опустите. Я вам сказал, повернули на 90 градусов. Те пути, на 90 градусов больше всего стрелок повернули. Так вот, если мы везде здесь поставим, можно стрелочные поставить, можно просто отрезки, чтобы мне... Ну, лучше было бы их поставить стрелочные. Значит, стрелочки, они вот такие, да? То есть идти можно все время вниз, и при этом мы идем или вправо, или влево. Так, ну, не знаю, я думаю, что всем уже понятно, не обязательно мне заставить все эти отрезки, чтобы все уже догадались. Когда вы выходите вот из этой точки, давайте я ее обведу, и идете, ну, например, сюда, то что вы должны на самом деле сделать? Вы должны сделать шаги, когда каждый раз вы спускаетесь на единицу, но идете или влево, или вправо. Причем, ни к какому моменту времени вы влево не должны сходить больше, чем вправо. Потому что, если не поймете здесь, то вас сразу съедят. Вот, соответственно, действительно 14 способов объясняю. Из этих 14 способов, 5, это те, когда вы пришли сюда и потом пошли вот так. А 9 способов, это те, когда вы каким-то способом сначала прошли сюда, а потом пошли сюда. Ну, не знаю, мне кажется, что это понятно. Сейчас, сейчас требуют следующую, что? Увидеть, все-таки, связь между паскалем и талантом. Да? А у вас будет, там, в 11-е, это очень сложно. Что-что? В 11-е, в 11-е, в 11-е, в 11-е, в 11-е, в 11-е, в 11-е. Ну, как, выкладываешь, там, 132 и 165, получаешь 297. Нет, это, как бы, спорить с вами о том, чем правда есть сумма, это неинтересно, ребят. Даже если я где-нибудь случайно ошибусь, это совершенно ни на что не повлияет. Понятно? В принципе, понятно. Ну что, никто не догадается? Все-таки там всегда проезд на сус, а в основном и не спорят. Нет, ребят, на самом деле, здесь замечательная вещь. Надо в треугольнике паскаля провести вот такую вот линию. Надо провести вот такую линию. Пока еще ничего, без естественного, я не сделал. А вот сейчас будет штука действительно неожиданная. Я вместо вот этих слов везде, давайте-ка, впишу линию. Ну, 0, 0, 0, 0. В общем, везде справа от единицы я впишу линию. Да, это понятно, было логично. И вот. И сейчас сделаю следующую штуку. В правой части треугольника паскаля между соседними числами я пишу их разности. Так, 1, 1, 1. Понимаете, да, я вписываю разности. Здесь опять 1. Вам в тетради очень советую каким-нибудь другим цветом это вписывать. 1, 2, 3, здесь 1. И, пожалуйста, сравните то, что я сейчас вписываю. Вот эти числа, разности между соседними числами треугольника паскаля. Пожалуйста, сравните с тем, что у нас в треугольнике паскаля. Итак, здесь 9, здесь 5, здесь 1. 35 минус 21, это здесь на 14. Здесь тоже 14 минус 21 минус 7. Здесь 6, здесь 1. Опять получилось число 14. 18, 28, 20, здесь 8, 20, здесь получилось число 7, здесь число 1. Господа, я не буду писать треугольник паскаля дальше, но очень советую вам написать и проверить. Разности соседних чисел треугольника паскаля, разности соседних чисел треугольника паскаля, это в точности... Это в точности что? Треугольник паскаля. Треугольник паскаля. Это в точности треугольник паскаля. Доказать это совершенно неслужно. Когда у вас треугольник паскаля, то числа А, Б, какая между ними разность? Что мы вписываем, чтобы получилось число каталан? А минус Б, правда? Но здесь дальше ничего не скажешь, потому что вы прекрасно понимаете, что мне нужно еще дальше продолжить. Но не проблема. Я пишу С, я пишу здесь, что я пишу здесь? Б плюс С, это число из треугольника паскаля, поэтому правило все обрадуется. Здесь я, разумеется, пишу Б минус С, это разность двух соседних чисел. А теперь, внимание, смотрите, что происходит. Я вот эту величину, давайте я здесь поставлю упразительный знак. Я эту величину могу образовать двумя способами. Один способ такой. Надо взять А минус Б и прибавить к этому числу Б минус С. Ну, понятно, что получится А минус С. А другой способ, это разность между соседними числами треугольника паскаля. Надо от А плюс Б отнять Б плюс С. Вообще, когда скобки расстроишь, тоже будет А минус С. Господа, оказывается, это не какое-то хитрое комбинатурное свойство. Так будет в любой таблице чисел. Даже не важно, с чего мы начнем. Мы можем начать с любой строчки чисел. А если следующее строится по правилу паскаля, что между соседними числами А и Б, под ними пишешь А плюс Б, то в таком случае, когда мы возьмем и напишем между соседними числами разности, вот эти вот розовые числа, то для разностей это самое правило. Таким образом, треугольник Каталана это всего лишь разности между соседними числами правой половинки. Ну, на самом деле, понятно, что если вы возьмете левую, то там будет все то же самое, с точностью до знака. Поэтому там неинтересно брать разности, треугольник паскаля симметричный. Треугольник Каталана это разности между соседними числами треугольника паскаля. Продолжение следует...